Человек, который использовал посуду, мы поели на шаббат, остались тарелки, вилки, ложки, имея право их мыть или нет, говорит Аллаха, что если мне они уже на этот шаббат не нужны, я не буду их больше использовать на шаббат, я не имею право эти тарелки, эту посуду мыть на шаббат. После шаббата имею право, на шаббат не имею право. То же самое у человека, у которого есть два сета посуды. Пусть он тоже не моет тарелки на шаббат, вечером использует один сет, утром другой сет. У него остались тарелки, если он опасается того, что еда, которая там есть, прилипнет к ней или налетят мухи, тогда и только в этом случае он имеет право наполнить эти тарелки, эту посуду водой в шаббат, чтобы потом помыть ее после шаббата. Но если этих опасений нет, ему будет очень легко помыть после шаббата, эту посуду водой заполнять не имеет права. Стаканы, бокалы, пиалушки, все остальное можно мыть на шаббат в любое время, потому что в любое время человек может захотеть попить, и нужно, чтобы у него было из чего выпить. Поэтому сколько бы у него стаканов или бокалов не было, имеет право мыть их на шаббат. «Имею ли я право окунать посуду на шаббат?» – говорит Араха, человек, который купил посуду у Гоя, обязан ее окунуть в микву. Если до шаббата не успел, и она ему нужна на шаббат, это только металлическая и стеклянная посуда, лучше всего, чтобы выйти по всем мнениям, найти Гоя, подарить ему эту посуду, и потом снова у него эту посуду одолжить, и тогда вообще он эту посуду больше в микву окунать не должен. Но если ему нет возможности найти Гоя, тогда он, да, имеет право окунуть эту посуду на шаббат, если у него миквариатами, если там и руф, со всеми другими деталями, но само по себе окунание в микву в шаббат разрешается, несмотря на то, что это вроде бы исправляет посуду, то, что было запрещено, а сейчас становится разрешенным. И последнее Араха на сегодня. Человек, у которого есть хала в морозильнике, он хочет ее вытащить на шаббат, чтобы сделать саудар веид, четвертую трапезу. Имеет право или нет? Говорит Араха имеет право, потому что он здесь ничего запрещенного не делает, времени он, в принципе, тоже не экономит, он переносит еду из одного места на другое, и делает это для митцвы. Саудар веид, четвертая трапеза, это митцва ее сделает, поэтому имеет право сделать это в течение шаббата, вытащить эту халу, чтобы потом, мол, все шаббат, сделать на ней саудар веид. Баруха донай ла улам. Амин да амин. Баруха донай ла.